Рабочие продолжают восстанавливать один из железнодорожных мостов в Макапсе. Его признали аварийным. Сочи – один из самых безопасных городов. В этом и их заслуга. На курорте прошли мероприятия, посвященные Дню сотрудников органов внутренних дел. Сочинских пенсионеров подготовят к сдаче ГТО и научат танцевать вальс. В городе стартует проект «Активное долголетие». В Сочи стартовали открытые краевые соревнования по стрельбе из лука. В этом году турнир отмечен рекордным количеством участников. Рабочие продолжают восстанавливать один из железнодорожных мостов через реку Макапсе, пострадавших от сильного паводка в конце октября. Одно из сооружений в течение пары дней удалось отремонтировать, а второе пострадало намного сильнее. Его признали аварийным. Работы на этом объекте продолжались и в праздничные дни. Задействована тяжелая техника. По некоторым данным, ремонт может занять несколько месяцев. Пока же для железнодорожного движения используется второй мост. Поезда ходят по графику. Добавлю, что недалеко от этого места будет построен и новый пешеходный мост. Старый унесло в море бурным потоком реки. Аварийно-восстановительные работы в пострадавших от наводнения районах практически завершены. Об этом Вениамин Кондратьев доложил вице-премьеру Виталию Мутко. Зампредседателя правительства провел совещание в формате видеоселектора. По словам губернатора, в дома подтопленцев полностью вернули свет и воду. Со всеми населенными пунктами налажено транспортное сообщение. В Туапсе, где был разрушен водопровод, уже завершили ремонт канализационного коллектора. Компенсации за частичную полную утрату имущества люди начали получать уже на второй день после наводнения. Для того, чтобы ускорить этот процесс, деньги выделяли из краевого бюджета. Значительный объем средств был заимствован из важных социальных программ. Сегодня глава региона обратился к зампреду правительства страны с просьбой о выделении федеральных дотаций. Сегодня у нас в крае основные аварийно-восстановительные работы завершены. Водоснабжение восстановлено во всех населенных пунктах. Энергоснабжение восстановлено во всех населенных пунктах. Но здесь есть для нас очень такая серьезная проблема. Дело в том, что сегодня все выплаты за полную или частичную утрату имущества мы не ждали федеральных денег, а производили за счет средств краевого бюджета. Сумма набегает большая. Если мы сегодня продолжим выделять эти средства за счет краевого бюджета, я боюсь, что мы обрушим опленные необходимые для нас программы, по которым живет сегодня субъект, в том числе их финансирование. По восстановлению правительства, которое утвердило правила, нам теперь компенсировать эти затраты нельзя, потому что мы должны были ждать, пока эти деньги придут из федерального бюджета, только потом начинать выплаты. Прошу, можно ли дать нам дотацию на сбалансирование бюджета, вот на ту сумму, которую мы уже выплатили. И дальше максимально поддержать в алгоритме, потому что дальнейшие восстановительные работы и жилищные сертификаты, которые мы будем выдавать, чтобы уже не бременем это было на краевой бюджет, а понятно, что здесь, чтобы с федеральным мы быстро синхронизировались, готовили проектную всю документацию, все отчеты, и все-таки деньги в ускоренном режиме получили из федерального бюджета. Мы вас поддержим, безусловно. Я знаю, что и президенту была просьба, чтобы вы быстрее начали выплачивать. Сегодня я переговорил и с министром по чрезвычайной, и с министром финансовым, и решение о примене вас обязательно поддержим. На совещании также обсудили подготовку к зимнему периоду в регионах. Вениамин Кондратьев рассказал, что в Краснодарском крае уже начали подачу тепла, социальные объекты и жилые дома. Паспорта готовности к отопительному сезону получили все муниципалитеты края. Сочи – один из самых безопасных городов. В этом и их заслуга. Накануне дня сотрудников органов внутренних дел, который отмечается 10 ноября, сочинские правоохранители провели торжественное мероприятие на площади перед Зимним театром. Для каждого сотрудника полиции главным остается закон. Исполнение закона требуют они и от других граждан страны. А в Сочи, как известно, много туристов, в том числе и иностранных. Для работы с ними в этом году было создано даже новое подразделение «Туристическая полиция», которое после проведения Мундиаля функционирует. Они у нас общались только с иностранцами на футбол при проведении чемпионата мира по футболу. Ну и оправдали себя в полной мере. У нас постоянно проводят мероприятия международного значения и они также в полной мере задействованы. Отличились во время Мундиаля и сотрудники райотделов. Один из болельщиков потерял в такси телефон и обратился к полицейским. В итоге, пока рассеянный фанат болел за свою команду, на стадионе «Фишт» была проделана огромная работа. Как результат, телефон владельцу вернули сразу после матча. К профессиональному празднику сотрудники полиции подошли тоже с хорошими результатами, за что и были награждены нагрудными знаками за отличие в службе, почетными грамотами и благодарственными письмами. Удалось снизить общий уровень преступности. В первую очередь это касается тяжких преступлений. Раскрываемость других правонарушений удалось сохранить на уровне прошлого года. И главная победа – то, что сами россияне назвали Сочи одним из самых безопасных городов России. Это самый главный критерий оценки каждого туриста, который выбирает для себя место отдыха. И, конечно, мы очень гордимся тем, что в Сочи входит пятерку самых безопасных городов России. Это, конечно, особая заслуга наших полицейских. И они сегодня достойно празднуют свой праздник, потому что они этого заслужили. Правоохранительными органами была проведена серьезная работа. Отсюда и такое благоприятное впечатление о курорте, как у всех туристов, так и у спортсменов. В Сочи практически не осталось людей без определенного места жительства. Порядок полицейские обеспечивают и днем, и ночью, чтобы не потерять доверие гостей курорта. Орода специального назначения продемонстрировала приемы рукопашного боя, навыки применения оружия и специальных средств, мастерство владения телом, силу духа и бойцовский характер спецназовца, которые необходимы для выполнения различных боевых задач. А в Зимнем театре для семей полицейских был организован большой праздничный концерт. Елена Авсецина, Николай Тихонов, телекомпания ФКТ. Мертвая петля, зеркало и бочка. Фигуры высшего пилотажа в Краснодаре показала авиационная группа «Стрижи». Сверхзвуковые истребители МиГ-29 устроили в небе настоящее шоу. Выступление приурочили к 80-летию Краснодарского высшего военного авиаучилища. Это главная база в России, где готовят военных пилотов. Поздравить вуз с юбилеем пришел и губернатор Краснодарского края. Что еще можно было увидеть на обычно закрытом для гражданских аэродроме, расскажут наши краснодарские коллеги. Смотреть можно, руками трогать разрешено. Уникальная возможность для всех желающих прикоснуться и даже посидеть в настоящих истребителях. Не все выставленные экспонаты, как может показаться, списаны в музей. Этот боевой вертолет Ми-28 стоит на вооружении и сюда добрался своим ходом из Кореновска. Последняя модификация. На носу установлены мощные прицелы-тепловизоры. Говорят, в километре могут засечь человека с зажженной сигаретой. Но самое важное – это защита экипажа. По сути, пилоты-штурман сидят в бронекапсуле. Летчик защищен от головы до самых ног полностью. То есть, может не беспокоиться. 30 мм спокойно броня выдерживает, практически не разрушаясь. Так же, если какие-то взрывы, попадание ракет, осколков, вертолеты нипочем. В честь 80-летия свои двери открыло Краснодарское высшее военное авиационное училище имени Серова. За все время работы здесь подготовили больше 27 тысяч специалистов. Те, кто хочет пополнить эти ряды, могли прямо в палатках на аэродроме узнать, что необходимо для поступления. Кроме этого, в рамках патриотической акции работал мобильный пункт отбора на военную службу по контракту. Если все устраивает, проходишь тест, подаешь документы – и ты в армии. Из общего числа приходят, так скажем, кандидатов и военнослужащих, получившихся из них, ну где-то 90%. То есть те, которые от заявления до части прошли. Служить в российской армии действительно стало престижно. Четкая организация, неплохие зарплаты, современное оснащение. Вооруженные силы России всегда были гордостью нашей страны, замечает Вениамин Кондратьев. Губернатор края вместе с остальными людьми пришел на праздник в летное училище. Народ и армия едины. Мы об этом часто говорим, об этом часто слышим. На самом деле, народ, страна нуждается в сильной армии. А сильная армия нуждается в сильной стране, в сильном народе. Страна – держава. Если она хочет оставаться державой, должна иметь мощную, сильную армию. С приходом нашего президента Владимира Владимировича Путина началась модернизация уже российской армии. У нас появилась новая техника. У нас появились новые рода войск. И сегодня мы имеем современнейшую армию. Модернизированную, оснещенную. И можно смело сказать, что у нас не одна из сильнейших армий мира. У нас самая сильная армия в мире. Как в подтверждение этих слов, в небе сложнейшие элементы выполняют стрижи – авиационная группа высшего пилотажа. На скорости 600 км в час вираж закладывают боевые МиГ-29. Но это только разогрев от мертвой петли в синхронном исполнении шести самолетов в прямом смысле захватывает дыхание. Ювелирная работа. Только представьте, 15-тонные сверхзвуковые истребители выстраиваются в четком порядке. На максимальной скорости, на расстоянии меньше метра друг от друга. Ощущение, что для этих асов в небе нет невозможного. Упасть вертикально вниз с высоты, сбросив скорость, легко. Синхронно пролететь на минимальной высоте тоже без проблем. Воздушными трюками пилотажная группа стрижи поздравила с юбилеем Краснодарское военное авиаучилище. Отдельные слова благодарности за всех выпускников главной базы России по подготовке летчиков, сказал глава региона. Для того, чтобы все наши планы и мечты сбылись, должно быть просто мирным небо над нашими головами. Так вот, это мирное небо над нашими головами обеспечивают и выпускники нашего Краснодарского летного военного училища. Даже ценой собственной жизни. Высокий профессионализм, воинская доблесть, честь. Свойственно всем выпускникам Краснодарского летного училища. И подтверждением тому, со времен его создания 137 героев Советского Союза являются выпускниками Краснодарского летного военного училища. Эти великие традиции нашего офицерства жили, живут и будут жить в нашем летном Краснодарском военном училище. Ваш вуз опора военно-воздушных сил страны, его выпускники составляли и составляют, и уверен, будут составлять элиту боевой авиации России. Ну, а искусные полеты в небе российских истребителей, как напоминание недоброжелателям, что красота может быть страшной силой. Александр Иванченко, Алексей Комаров, Виктор Чаусов, Кубань-24, Краснодар. К новостям вернемся после прогноза погоды и короткой рекламы. Не переключайтесь. В Сочи иностранцы в торжественной обстановке получили паспорта. Теперь уже россияне, они принесли присягу Российской Федерации. В канун празднования дня сотрудника органа внутренних дел на площади у памятника погибшим сотрудникам УВД прошла торжественная церемония вручения паспортов. Полицейские вместе с членами общественного совета вручили удостоверение личности 11 иностранцам, которые решили принять российское гражданство. Виновники торжества принесли присягу и пообещали с честью нести звание гражданина Российской Федерации. Начальник полиции Александр Бондарев поздравил теперь уже россиян с обретением новой родины и пожелал тщательно соблюдать законы. Налоговая инспекция Сочи проведет дни открытых дверей. 9 и 10 ноября специалисты ответят на все вопросы по имущественным налогам и налогу на доходы физических лиц. Прием будет проходить во всех территориальных органах ведомства. В пятницу граждан там ждут с 9 до 18 часов, а в субботу с 10 до 15.00. При себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность. Напомню, срок уплаты налогов до 1 декабря. В Сочи с начала года отдохнули 5 миллионов 700 тысяч туристов. За лето чуть более 3,5 миллионов человек. То есть турпоток возрос на 2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Такие цифры в интервью нашему каналу озвучил начальник управления курортов и рекреационных ресурсов администрацию города Сочи Сергей Дамарат. Он стал гостем очередного выпуска программы «В курсе». К концу этого года мы планируем прийти к цифре 6,5 миллионов человек. То есть это примерно тот же уровень туристов, который был и в прошлом году. Такую задачу мы себе ставим. Но я вижу, что по темпам турпотока мы выполним эту задачу. Также в программе шла речь о курортном сборе. За прошедшие 4 месяца Краснодарский край в целом собрал с туристов 82 миллиона рублей. В копилке Сочи 59% от общей суммы, то есть порядка 50 миллионов. В целом туристы были готовы платить по 10 рублей в сутки с человека. Такова сумма курортного сбора в Краснодарском крае. Порядка 200 отказались это делать. На них, согласно закону, был наложен штраф в полторы тысячи рублей. Полный выпуск программы «В курсе» о развитии туризма и самых нестандартных формах отдыха на курорте смотрите в четверг в 18 часов на нашем канале. В Краснодарском крае начался промышленный лов барабули. Косяки этой рыбы подошли к побережью Сочи. Массовый ход барабули начинается, когда температура воды падает ниже 20 градусов. Началом промышленного сезона считается день, когда утренний улов с одного баркаса превышает полтонны. Цена барабули от 300 до 400 рублей за килограмм зависит от размера рыбы. В этом году промысловое хозяйство купили лицензии на вылов примерно 19 тонн рыбы. В Сочи стартует проект «Активное долголетие». 8 ноября в 14 часов на площади перед зданием городского собрания Центр медицинской профилактики проведет выездное обследование. Оно включает в себя экспресс-ЭКГ и измерение артериального давления. Также все желающие смогут принять участие в оздоровительной гимнастике с элементами практики цигун. Кроме того, состоится мастер-класс по силовой гимнастике для подготовки пенсионеров к выполнению норм ГТО. На импровизированной сцене выступит хор ветеранов «Русская песня» и вокальные ансамбли. Помимо этого прозвучат стихи в исполнении участников проекта «Литературный балкон», а все желающие смогут разучить вальс. На точность, дальность и скорость соревновались сегодня участники открытых соревнований Краснодарского края по стрельбе из лука. Турнир проходит в Сочи и девятый год подряд, но именно в этом году отмечен рекорд по количеству участников. Присоединились на этот раз к юниорам из краевых спортшкол, лучники из Ростовской области и Адыгеи. Попасть в десятку задачи у спортсменов не из легких, в принципе, как и сама экипировка. Полностью снаряженный лук весит до 4 килограммов. Но, как говорят ребята, своя ноша не тянет, свое орудие они не променяют ни на мяч, ни на борцовские перчатки. Лучники решили состояться в этом виде спорта и у многих, значит, уже десятки побед во всероссийских соревнованиях. А вот сочниц Роман Половинко и вовсе считается самым титулованным спортсменом Краснодарского края и входит в молодежную сборную страны. Перспективный довольно спорт. Большие призовые на соревнованиях. Почти как гольф, только мимо неизвестный. Тут нужно крепкие нервы иметь и выдержку, чтобы показать какой-то результат. Выйду из молодежной сборной, попаду в старшую сборную, надеюсь. Берусь в основной состав, буду выезжать на Кубки мира, чемпионаты мира и на Олимпиаду в дальнейшем. Стрельба из лука, пусть и не особо популярный, но олимпийский вид спорта. О серьезности этого вида говорит и тот факт, что лук может сравниться и даже превзойти некоторые виды огнестрельного оружия в точности и пробивной мощи. Скорость полета стрелы достигает 240 км в час. Это из классического лука, а из блочного и вовсе 320. Задача участников открытых соревнований Краснодарского края по стрельбе из лука «Надежда Кубани» – выпустить все стрелы за две минуты. А вот кто из них чаще попадал в цель, станет известно 9 ноября. Первый турнир в зале, который готовит предваряющий зимний сезон спортивный, поэтому все стремятся набрать свою форму. Он хорошо подводит к предстоящим нашим соревнованиям «Надежда России», поэтому и статус наших мероприятий год от года растет, соответственно численность повышается. А если есть высокое количество спортсменов, то естественно и конкуренция растет, поэтому они все повышают свой спортивный уровень. Победа в турнире «Надежда Кубани» не позволяет попасть в сборную края, но является этапом подготовки к чемпионату Краснодарского края, который пройдет в декабре. Татьяна Говоркова, Инга Габеш и Алексей Давыдов, телекомпания ФКТ. Обновленный состав сборной страны по регби готовится в Сочи к матчу с Намибией, который состоится 10 ноября в Краснодаре. И эта игра будет первой после смены тренерского штаба. О ближайших планах русских медведей, о новой методике игры и смене игроков с приходом нового главного тренера Валийца Линь Джонса в интервью нам рассказал капитан сборной России по регби Василий Артемьев. Первый матч с новым тренером и с обновленной командой состоится уже в субботу в краевой столице. Для сборной страны началась серия осенних тест-матчей. На поле в Краснодаре выйдут 6 новичков, в их числе трое игроков Кубани. Конечно, это процесс долгий формирования команды и формирования новых схем и новых стратегий. Но в целом на данный момент мы концентрируемся на буквально двух-трех элементах, которые хотим сделать хорошо в этой игре. Ну и нацеливаемся на победу. Состав основной уже был назван. На игру первое, что можно сказать, что состав достаточно сильно обновленный. Много молодых игроков. Среди основных нападающих, наверное, всего два игрока старше 30 лет, что тоже очень хороший показатель. Это давно такого не было. Все ребята, которые попали в основу, они все этого заслужили. Каждый находится на своем месте и каждый имеет очень большие амбиции. Поэтому конкуренция в сборной в сегодняшний день очень высокая. Никому место не гарантировано. Это очень хорошая атмосфера для работы и хорошая стимуляция для каждого игрока. Из Краснодара русские медведи отправятся в Уэльс. Там они сыграются. Сборная Японии, к слову, с этой же командой. Им предстоит встреча на Кубке мира в сентябре 2019-го. Ну а в декабре рэкбисты снова вернутся в Сочи. Здесь отмечают спортсмены. У них проходит самая плодотворная подготовка к матчам. В Сочи прошло первенство по джиу-джитсу. Среди участников отличились спортсмены с ДЦП. На первенство о спортшколы номер 17 были заявлены 163 атлета в возрасте от 7 до 17 лет. Для многих ребят это были первые соревнования. Джиу-джитсу – японское боевое единоборство, которое легло в основу современного дзюдо. Основным принципом спортивного джиу-джитсу является исключение травматичных и опасных приемов. На турнире в рамках соревновательной программы выступили воспитанники Центра адаптивного самбо для детей с ДЦП городской федерации самбо и дзюдо. Ребята продемонстрировали владение техникой борьбы как в стойке, так и в партере. Кстати, обе пары спортсменов с ДЦП в своей возрастной группе завоевали золотые медали и кубки турнира. Победители и призеры первенства награждены медалями и грамотами. Впереди у ребят краевые соревнования и отбор на первенство России. Около 200 танцевальных пар войдут на паркет в Сочи. С 10 по 11 ноября на базе Югспорта пройдет открытое первенство города по танцевальному спорту Арго Кап-2018. Участие в турнире в этом году примут команды из Краснодара, Сочи, Туапсе, Геленджика и других муниципалитетов. По традиции соревнования проходят по двум категориям – массовый спорт и спорт высших достижений. Спортивные пары будут соревноваться в европейской и латиноамериканской программах. Минимальный возраст участников – 5 лет. Все новости уже на нашем сайте fkt.com. Смотрите нас также в социальных сетях – в Facebook, Instagram, Одноклассники, Telegram и в группе FKT ВКонтакте. В студии была Инга Габеши. Спасибо за внимание и до встречи в эфире. Благодарим за создание имиджа ведущей студию красоты «Мика Бьюти» и лично ее основателя Милану Гаспарову. Студия красоты «Мика Бьюти» – макияж, прически, броу-бар, курсы для бровистов и обучение визажу. Одежда ведущей предоставлена мультибрендовым магазином российских производителей «Сезоны». Это новые тенденции, качественные материалы и безусловный комфорт. Найдите свой стиль по адресу улица Парковая, 17. Продолжение следует...